Так, и сейчас мы продолжаем наш эфир. Депутаты Законодательной палаты Али Маджлиса на пленарном заседании, прошедшем в прошлую пятницу, единогласно, концептуально одобрили и приняли в первом чтении проект Конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан. Конституционная комиссия продолжит свою деятельность, обобщая предложения, поступившие от граждан и организаций, внося их в Законодательную палату. А проект поправок опубликован для всенародного обсуждения. Диалоговая площадка по обсуждению проекта Конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан была организована в Центральном банке. Председатель Комитета Сената Али Маджлиса по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции детально и обстоятельно рассказал, чем обусловлено внесение корректив в действующий основной закон. Отмечалось, что обсуждение проекта Конституционного закона приобрело всенародный характер, поскольку Конституция закрепляет основополагающие принципы и нормы правового регулирования важнейших общественных отношений. Каждое изменение важно, поскольку отвечает запросам общества, реалиям времени и призвано способствовать процветанию и прогрессу нашей страны. Значимая роль в решении многих поставленных задач отводится банковской системе. Сегодня речь шла об обеспечении интересов человека, следуя принципу нового Узбекистана – человек, общество, государство. Через электронную платформу, менинг Конституциям и Телеграм-бот сотрудниками нашего банка, в числе которых немало молодых людей, внесены предложения в основной закон. Надеемся, что они послужат благополучию нашего народа. Вопросы целевой аудитории касались поступивших до настоящего времени предложений, связанных не только с деятельностью банковского сектора, но и самых обсуждаемых и востребованных социального плана. Столь же конструктивный характер носило обсуждение проекта Конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан в Министерстве по поддержке Махали и старшего поколения. Отмечалось, что Махаля, являясь уникальным общественным институтом, играет важную роль в обеспечении практической реализации действующего законодательства. Глава государства неоднократно говорил о том, что изменения и дополнения в основной закон должны создать прочную основу и надежную гарантию долгосрочного развития и процветания нашей страны, благополучия народа. Согласно представленной информации, от более 9 тысяч Махалей страны поступило 3190 предложений, что свидетельствует о неравнодушном отношении наших граждан ко всем общественно-политическим процессам, происходящим в стране. В первую очередь, это наш основной свод законов. Думаю, только осознавая всю важность принимаемых в нем изменений и учитывая передовой зарубежный опыт, также особенности национального законодательства, мы должны принять правильные решения, которые пойдут на благо нашего народа. К тому же, часть полномочий планируется передать общественным объединениям. Это будет способствовать построению свободного и открытого общества. Сотрудниками нашего министерства на местах были изложены предложения и рекомендации, касающиеся проекта конституционного закона. Участники обменялись мнениями относительно важных аспектов проекта конституционного закона. Отметили важность широкой разъяснительной работы, которая позволит гражданам не только получить полное представление обо всех предлагаемых изменениях и дополнениях, но и стать непосредственным инициатором новых. В Министерстве финансов состоялась конференция, посвященная обсуждению проекта конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан. В процессе совершенствования Конституции принимают активное участие эксперты профильного ведомства. Как отмечалось, изменения и дополнения направлены прежде всего на реализацию принципа во имя чести и достоинства человека и созвучны многочисленным предложением коллективным, а также поступившим от отдельных граждан. Радуют вносимые изменения в проект конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан. В частности, в статью 122, касающейся финансов и кредитов, которая говорится об обеспечении прозрачности и открытости бюджета Республики Узбекистан. Соблюдение этих принципов будет возможно благодаря внедрению в основной закон общественного контроля. Как известно, сейчас в нашей стране происходит процесс обсуждения изменений, вносимых в Конституцию. И бесспорно, что большая часть из них направлена на возвеличивание чести и достоинства человека. В ходе прошедшей дискуссии подчеркивалась важность улучшения делового и инвестиционного климата в Республике, необходимость предотвращения монополизации экономической деятельности, трудовых и финансовых ресурсов. Участники конференции обменялись мнениями о предлагаемых изменениях в Конституцию, также в области предпринимательства, трудовых и земельных отношений, вопросов семьи и брака, образования, медицины, экологии и многих других.